Доброе утро, друзья! Просыпайтесь, давайте вместе начнём эту неделю и улыбнёмся новому наступившему дню. Сегодня понедельник. Говорят, что день этот тяжёлый, но мы с Сольё сделаем всё, чтобы день прошёл у вас замечательно, бодро, весело. А я напоминаю, что в прямом эфире для вас сегодня трудятся Александр Ткачёв и Солья Салямова. Мы работаем в прямом эфире сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». И мы готовы вам поднимать настроение, но помимо этого также и информировать и рассказывать о тех событиях, которые произошли буквально за последние сутки. К новостям мы сейчас переходим, и я готова о них рассказать. О том, что же интересного разузнали наши корреспонденты с телеканала «Крым-24». Пчеловодный сезон в Севастополе открыт. Ветеринары выезжают на пасеки, осматривают насекомых и проводят лабораторные исследования. Здоровье медоносных пчёл вместе со специалистами проверила и наш собственный корреспондент Анастасия Соснина. Специальный костюм – необходимый атрибут для гостей пасеки. Но Валентину Валенсу такое обмундирование не нужно. Медоносных пчёл разводит 17 лет. Поведение насекомых знает досконально. Регулярно я осматриваю улья, добавляю рамки, когда идёт развитие пчёл. Когда идёт на зиму, убираем рамки, сокращаем семей, чтобы им было более теплее. Чтобы был у них постоянно корм. И если нет корма, добавляем канди. Это такой сахарный порошок с мёдом перемешанный. После зимовки пчёлы ослаблены, многие погибают. Летом здесь будет около 50 ульев, сейчас только 11 семей. Чтобы они не разлетелись, их окуривают дымом. Так насекомых можно рассмотреть поближе. В каждом таком домике находится по одной пчелосемье. Их численность около 5000 особей. Главная опасность для них – это клещи. Чтобы вредители не развелись, зимой и осенью улей и весь инвентарь обрабатывают специальным средством. Весной пчёлы набираются сил, но и в это время их здоровье угрожает инфекционные болезни и паразиты. Поэтому пасеки проверяют ветеринары. По рамкам, по сотам видно, как происходит засев маткой в сотах и откладывание яиц. Если мы их вот видим, значит семья предварительно благополучная и здоровая. Чтобы это подтвердить, соты отправляют в лабораторию. В Севастополе в течение трёх лет заболевания пчёл не зафиксировали. По результатам лабораторных исследований будут внесены соответствующие записи ветеринарные паспорта пасек, что даст потом производителям продукции пчеловодства, то есть владельцам пасек, возможность оформлять ветеринарные сопроводительные документы на перемещение и пасек на медосбор и реализацию дальнейшей продукции. Всего в Севастополе 50 пасек. Это около 200 пчелиных семей. Сезонную проверку пройдёт каждая из них. Весной пчёлы-труженицы собирают пыльцу самых полезных растений, среди которых липо, чабрец и шалфей. А летом порадуют жители полуострова качественным мёдом. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров. Новости 24. Севастополь. В 2019 году Крым выплатят 695 миллионов рублей при рождении или установлении первого ребёнка. Ползунки, подгузники и смеси – это лишь малая часть того, что нужно малышу. Список бесконечный и лишняя копейка здесь не помешает. Елена Байрамова пообщалась с молодыми родителями, которые получили государственную помощь. Ну что, Варечка, нравится тебе кресло, которое мы тебе купили? Совсем скоро ты уже будешь сидеть здесь и кушать на нём? Да. Нравится? Это подарок маленькой Варваре. Она первенец в семье Татуревич. Детский стульчик купили на деньги из специального пособия. Будучи беременной, ещё в интернете по группе мамочек ходила, смотрела, информацию собирала. И там девчонки обсуждали, кто какие выплаты получает. И вот так и узнала. Когда ребёнку исполнилось три месяца, я обратилась в Центр социальной защиты населения для оформления данного пособия. Подала я пособие в феврале. В марте я уже получила за четыре месяца. Важно обратиться за помощью до того, как ребёнку исполнилось полгода. Тогда деньги начислят, начиная с первого месяца рождения. Если позднее, выплату назначат с момента обращения и до полутора лет. Сумма – 10 488 рублей. В этом уголке детской комнаты – лишь малая часть того, что нужно малышу. Это присыпка под подгузник, от опрелости, чтобы не было опрелости. Памперсы, две упаковки памперсов стоят. Одноразовые впитывающие пелёнки. Также на питание, детское питание, которое мы докармливаем ребёнка, в среднем уходит 7 тысяч рублей. Это без учёта одежды для ребёнка. Деньги получают семьи с низким доходом, где первый ребёнок родился или его усыновили не позднее 1 января 2018 года. Мы родились в 2017 году и очень жаль, что мы не попали в эту программу. Поэтому 10 тысяч были бы кстати. За материальной помощью молодые родители обращаются в Департамент труда и соцзащиты. Нужные документы, подтверждающие гражданство, открытый расчётный счёт и справки о доходах. Если среднедушевой доход семей не превышает величину полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения, установленного во втором квартале предыдущего года. В 2018 году на финансирование 4 тысячам получателей направлено 293 миллиона рублей. В 2019 году выплата назначена 1094 семьям и профинансирована сумма 167 миллионов рублей. Всего на реализацию региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Национального проекта «Демография» в Крыму заложили 695 миллионов федеральных средств. Это только на 2019 год. Глава государства Владимир Путин в послании к Федеральному собранию призвал приложить все усилия для того, чтобы увеличить демографию в России в ближайшие пять лет. Президентские выплаты на первого ребёнка в какой-то мере помогают молодым семьям на первых порах встать на ноги. Елена Барамова, Алексей Семёнов, Александр Смычек, Новости 24. Такой была информационная картина глазами наших корреспондентов, но мы продолжаем следить за развитием событий в Крыму, а также в России и в мире, конечно же. Я думаю, что в полной мере составят нам картину информационных событий сегодняшнего дня наши коллеги из радиоинной студии, которые прямо сейчас с нами на связи. Доброго утра вам! Я прошу прощения, а у нас небольшое включение. Доброе утро, коллеги! Доброе утро! Доброе утро! Рады вас слышать. Взаимно. Как началось утро нового дня у вас? Ну, у нас утро началось бодро. Несмотря на то, что понедельник, у вас уже бодрое утро. Интересно, расскажите, почему и как это? Ну, тема первого часа очень серьёзная и, скажем так, не располагает к расслабленности. Какая тема? Мы обсуждаем начало крымской операции по освобождению полуострова от захватчиков. 75 лет – серьёзная годовщина. Должен признаться, что у нас тема эфира сегодня тоже связана именно с этим событием. Ну, сегодня, да. Наверное, все СМИ так или иначе коснутся этой темы. 8 апреля – 75 лет. Трудно себе представить. Конечно, будут уделять этому внимание, и это абсолютно правильно. Мы абсолютно поддерживаем такую идею, такое внимание. Спасибо вам, коллеги. Мы тоже продолжаем свой эфир и вам желаем хорошего продолжения. И, конечно же, обсуждения этой темы. И вам хорошего дня. Ну и добавим, что сегодня мы будем связываться с нашим корреспондентом, который находится в Армянске. Как раз-таки с этого города и началось освобождение Крыма в 44-м году. Ну, об этом чуть-чуть подробнее, когда придёт тому время. Но я предлагаю дальше, скажем, двинуться по нашей программе. И следующий наш пункт – это погода. Ведь сегодняшний день должен быть по-настоящему солнечным. Ну, а подробности прямо сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну что ж, есть у меня одна довольно интересная новость, которая наверняка коснётся любого крымчанина. Дело всё в том, что буквально на днях в Симферополе было зарегистрировано в Крыму небольшое землетрясение. Оно было в районе Судака. И, в общем-то, было амплитудой 3,8 баллов. Что, в общем-то, настораживает. Но я бы хотела тебя немного поправить. Дело в том, что просят обычно не называть баллы. Измеряются в единицах, но которые не называются. Амплитуда 3,8 или 7. А вот баллов или чего обычно не уточняют, не говорят. Но стоит отметить, что действительно подземные толчки произошли на глубине 10 километров. В субботу в первой половине дня мы это, к счастью, не ощущаем. Но бояться вообще не стоит землетрясения. Они происходят практически ежедневно. Ежедневно. И более того, землетрясения подобной мощности отмечаются до 160 раз в год. Это действительно немного. И такие землетрясения не несут никакой угрозы. Поэтому беспокоиться не стоит. Однако я напомню, что самое сильное за последнее время землетрясение было в 1928 году. Называется оно Большое Крымское или Ялтинское. И достигало 9 баллов. И было весьма разрушительным. Считается, что землетрясения происходят на нашей территории, которая, напомню, является сейсмоопасной, происходит раз в 100 лет. И вот как раз сейчас мы находимся на грани этого времени. И нужно быть очень внимательными. Саша, ну ты так не запугивай, пожалуйста. Я думаю, что все равно у нас сейчас службы все достаточно современные, специализированные. Они, конечно же, могут вовремя вычислить и распознать, когда же будет такое крупное, серьезное, глобальное землетрясение. Но надеемся, что нас это все-таки обойдет стороной. Я надеюсь, что так и будет. А тем более, что бояться нам нечего, потому что у нас есть настоящие герои, которые просто, можно сказать, в прямом смысле слова, грызут гранит науки. Это геологи. И вот буквально вчера, 7 апреля, у них был профессиональный праздник. И наш корреспондент Ольга Литвиненко к этому подошла с особым вниманием и сделала сюжет, посвященный их непростой и очень интересной работе. Прямо сейчас об этом. Сегодня мы приехали в Крымскую гидрогеологомелиоративную экспедицию, чтобы узнать, чем же конкретно занимается такая серьезная организация. Именно в этих стенах ставятся важные задачи и принимаются значимые решения. Дальше в процесс включаются и другие структуры экспедиции. Сегодня мы попали как раз на аппаратное совещание. Мы подводим итоги окончания первого квартала, подготовку к сдаче годового отчета, работу нового направления нашего, которое мы будем вводить в этом году. Сложно представить работу аграриев без участия гидрогеологомелиоративной экспедиции. Специалисты обследуют землю, собирают и обрабатывают информацию о состоянии окружающей среды. Сердце предприятия – лаборатория. Именно здесь проходят испытания образцов воды из рек, морей и озер, определяют физические качества почвы. Данные исследования актуальны как для водохозяйственных организаций, водопотребителей, так и для сельскохозяйственных производителей. Наблюдать за манипуляциями профессионала можно бесконечно. Специально для нас лаборанты наглядно доказали, что химия – это наука при вращениях. Колбы, пробирки, множество реагентов. Лаборатория – стерильная частота и абсолютный порядок. Это обычный образец воды, поступивший в лабораторию. Здравствуйте. Расскажите, какие исследования сегодня с ним будут проводиться? Здравствуйте. Эта вода поступила к нам на испытания для определения ее качества. Мы будем определять ее химический состав, ее засоленность и делать выводы, соответственно, пригодна ли она к использованию для бытовых или хозяйственных нужд. Назначение некоторых предметов так сразу и не определишь. Это оборудование называется бидистиллятор воды. Он предназначен для дистилляции воды, которая впоследствии будет использоваться при химических исследованиях нашей лаборатории. Алла Куприянова работает в архиве экспедиции уже 33 года. В Крым женщина приехала в 1970 году. Вела наблюдения на гидроузле Симферопольского водохранилища. К своему делу относится с преданностью. Я люблю свою профессию. Она очень живая. Во-первых, я обращаюсь с природой. Реки, озера, ручьи. На предприятии много семейных династий. Например, Александр в гидрогеологию пошел по стопам родителей и отдал этому делу всю свою жизнь. Признается, что другого выбора у него не было. Я с детства с ними ездил. Мне это было интересно. Я занимался сначала то горным туризмом, что мне потом очень помогло. Это был управленческий центр. Теперь посмотрим, как теория применяется на практике. Мы видим пробуренную скважину. Расскажите, какой вид работ сейчас осуществляется? У нас скважина пробурена 40 метров. Мы ее обсадили пластиковой трубой диаметром 160. Сейчас мы будем опускать штанги и делать промывку этой скважины. Эти исследования покажут, пригодна ли вода для питьевых нужд или ей можно только поливать землю. В свой профессиональный праздник десятки крымских геологов получили награды и благодарности за кропотливый труд. Место работы крымских геологов весь полуостров. Вода, земля, каждая песчинка требует пристального внимания экспертов, которые должны вовремя составить прогноз для повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Прекрасные виды нам сейчас продемонстрировали в сюжете. Но и стоит отметить, что действительно Крым привлекает не только геологов, привлекает и туристов. И по этому поводу тоже есть особенно важная информация. Она касается того, что власти Крыма попросили отсрочить немного эксперимент с курортным сбором. В частности, глава Крыма Сергей Аксенов направил специальное письмо в правительство Российской Федерации, где попросил Крым исключить из этого пилотного проекта. А вот что же пошло не так, Саша? Дело все в том, что сам по себе процесс, конечно, принесет определенные доходы. Порядка 50 миллионов рублей за сезон. Сумма, конечно, с одной стороны, очень хорошая. Но с другой стороны, наш глава считает, что сам по себе процесс довольно сложно постановочный. Это связано с большими бюрократическими издержками, сложностями взымания этого сбора. И, собственно говоря, затраты на организацию этого мероприятия будут ничуть не меньше, чем доходы. Поэтому смысла организовывать его наш глава не видит. Более того, он считает, что разные категории, скажем, турфирм оказываются в неравных условиях. Так, например, крупные туроператоры будут платить налог, а мелкие частники, которые издают квартиры или небольшие пансионаты, этого делать не будут, что ставит их в неравные условия. По его мнению, закон должен быть доработан и, в общем-то, только после доработки может начать работать эффективно. Стоит добавить, что в мае должен был начаться этот эксперимент в Крыму, но он, скорее всего, будет отсрочен. Пока что точного ответа нет, а вот в Краснодарском крае, то есть в соседнем регионе, он уже начался. И я бы хотела рассказать о том, что в прошлом году, например, когда я ездила на чемпионат мира, проходивший в России, мы останавливались именно там, и с нас взяли курортный сбор, причем он шел отдельной строкой, то есть за проживание мы платили сумму, и плюс к нам сверху добавлялось, причем это нигде не указывалось о том, что мы должны заплатить еще плюс курортный сбор, хотя на тот момент он не начал действовать, поэтому вот я надеюсь, что вот такие мошенческие схемы не будут проводиться. С одной стороны, курортный сбор – это неотносительно небольшая сумма, 10 рублей с человека за сутки, но с другой стороны, если, скажем так, суммировать все расходы, то получается не так уж и мало, поэтому все-таки вопрос достаточно спорный и требует, конечно, более детального и пристального рассмотрения. Да, действительно, я полностью согласна, что нужно эту тему очень хорошо проработать, все нюансы предусмотреть, и уже потом в полной мере начинать проводить этот эксперимент, поэтому вполне возможно, что просьба очень даже обоснована. Мы тоже проводим небольшой эксперимент уже на протяжении долгого времени. Мы создали рубрику, в которой рассказываем о том, что же произошло в эту дату много лет назад. И вот прямо сейчас я предлагаю к ней и обернуться. 8 апреля, ровно 75 лет назад, началась Крымская стратегическая наступательная операция Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и Курском инициатива на Восточном фронте перешла в руки советских войск. Первым был освобожден Армянск, затем Джанкой, Керчь, Феодосия, Симферополь, Евпатория, Саки, Судак, Алушта, Ялта и Севастополь. 8 апреля 1766 года в Америке запатентовали первую в мире пожарную лестницу высотой почти 10 метров. Потребность в изобретении возникла из-за постройки первых многоэтажных зданий, добраться на верхние этажи которых было проблематично. В этот день, 101 год назад, российский исторический триколор заменили красным флагом с изображением серпа и молота. Такое предложение внес на собрание фракции большевиков Яков Свердлов. И лишь спустя 73 года, в августе 91-го, решением чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР, триколор снова стал флагом Российской Федерации. 8 апреля 1158 года князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире. До возвышения Москвы он был главной святыней – кафедральным собором Владимира Суздальской Руси. В нем проходили важные государственные церемонии. 8 апреля 1336 года родился Тимур Тамерлан, великий мировой завоеватель, сыгравший важную роль в истории Средней Азии и Кавказа, выдающийся полководец, создатель крупной державы со столицы в Самарканде, основатель династии Тимуридов, вел партизанскую войну против монголов. 8 апреля 1972 года по телевидению впервые показали бессмертную комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Цензоры, вооружившись ножницами, обрезали ленту, выкинув из нее ряд эпизодов. В частности, была сокращена сцена соблазнения Горбункова белокурой красоткой в гостинице. Чем руководствовались эксперты, понять сложно, ведь с момента выхода фильма на экраны страны, а это случилось в 1969 году, его успели посмотреть практически все. Ну а прямо сейчас я предлагаю поговорить о том, каковы же сегодня цены на углеводороды, иначе говоря топливо. Это довольно важная информация, особенно в свете того, что сейчас все собираются на работу, и может быть кто-то планирует заправить свой бак. Итак, литр газа сегодня стоит 27,98 рубля. Дизельное топливо 51,32 рубля. 92-й бензин 47,21 рубля. 95-й бензин 50,42 рубля. И самый дорогой бензин традиционно 98,56 рубля 59 копеек. Цены на топливо являются достаточно стабильными за последнее время. Хотя многие жалуются на то, что они довольно высоки, надо отметить, что Россия является лидером по дешевизне бензина среди стран Европы. Но от цен на топливо предлагаю перейти к ценам на валюты, которые тоже имеют свойство двигаться. И вот на сегодня, например, доллар равняется 65,40 рублям, евро 73,43 рублям за единицу. Обе валюты за последние сутки поднялись в цене порядка 15 копеек, что, в общем-то, немного. Но, тем не менее, динамика роста все же присутствует. Таковы ситуации на валютном рынке. Саш, ну вот ты знаешь, мы с тобой постоянно обращаем внимание на бензин, на колебания цен на топливо. Также мы с тобой говорим о валюте. А здесь аналитики решили подойти к подсчету другого, не менее важного вещества, что ли, так скажем. Как ты думаешь, что это? Я не знаю. Этиловый спирт? Нет, нет, даже не близко. Они решили выяснить, сколько же стоит борщ в России. Где он самый дорогой, а где он самый дешевый. И, как выяснилось, самый дешевый в Пенде, а самый дорогой борщ готовят в Сахалине. Там стоимость порции обойдется в 45 рублей, в то время как в Пенде всего лишь до 20 рублей. Вот так вот недорого обойдется тарелка супа. Кстати, день супа отмечали 5 апреля, именно поэтому и было проведено такое необычное исследование. Ну что, довольно любопытно, если считать борщ веществом, то тогда действительно это интересно. Ну, хорошо, пусть будет жидкая субстанция. Не хотелось как-то так некрасиво называть, но борщ есть борщ. Очень любимое нами блюдо. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Следующий сюжет посвящен одному очень интересному событию, которое сотворили своими руками чиновники. Они заложили целый настоящий мемориальный парк. Я предлагаю прямо сейчас обратиться к этой теме в сюжете Стефана Филатова. На стене скорби появляются новые имена. На памятных плитах обращение к тем, кого не вернуть. С каждым годом мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма «Концлагерь Красный» включает в себя все больше фактов о самой кровопролитной войне. Разрастается и его парковая территория. Разбираем инвентарь и начинаем завершающую стадию посадка деревьев. И с молитвой, значит, с чистыми помыслами, значит, садим это все. И я уверен, что все у нас получится. Аккуратно выкопать ямки, затем часть земли взрыхлить и засыпать обратно. Таким необычным образом сотрудники Управления Министерства юстиции отмечают пятилетие территориального органа. Так они отдают дань памяти жертвам Великой Отечественной войны. Каждый этап посадки контролирует садовод со стажем. Сейчас у меня в руках удобрение. Мы немножечко кинем туда удобрение для того, чтобы мы хотим, чтобы наши елочки прижились. Дальше мы нальем немножечко водички, сделаем так называемую болтушку, поставим туда елочку, засыпем землей и надеемся, что она будет расти. Как только дерево засыпали землей, его обязательно нужно полить. Пустой колодец – активистам не преграда. Чтобы дать новую жизнь елям, мужчины ходили за водой в село. Деревья будут расти, я уверен, они вырастут большие, хорошие, тенистые, значит, аллеи здесь получится. Сюда смогут приходить сотрудники, которые здесь принимают участие. Когда они здесь будут гулять с семьями, с детьми, они будут объяснять рассказы своим детям, что здесь произошло, почему здесь вот такие памятники, да, и, соответственно, передавать такую эстафету поколений. Большинство из собравшихся никогда деревьев не выращивали. Другие сажали только овощи на даче, но сплотившись, команда достигла своей цели. За несколько часов в мемориальном парке появилось больше 20 крымских елей. Для того, чтобы еле прижились, сотрудники Министерства юстиции России планируют ухаживать за деревьями регулярно. Часть из них подвяжут к столбам, а следующий полив уже через несколько дней. Стефан Филатов, Сергей Козырь. Утро нового дня. Ну, я бы продолжил тему зеленых насаждений. Дело все в том, что симферопольские власти объявили тендер о инвентаризации зеленого насаждения, зеленого убранства Симферополя. Дело все в том, что на сегодняшний момент инвентаризировано всего лишь 12% всех насаждений. Это довольно мало. И более того, добавлю, что это довольно трудоемкий процесс, ведь каждое дерево должно быть определено видовым образом, а также обследовано с точки зрения здоровья. И, в общем-то, та организация, которая этим займется, получит тендер на порядка полутора миллионов рублей. А вот я бы хотела уточнить, инвентаризировано это означает обследовано, да, дерево? Безусловно. Описано, обследовано, записано в соответствующий реестр. В общем, трудоемкая работа, одним словом. То есть можно сказать, у каждого дерева в нашем городе тоже есть свой паспорт, о нем все известно, его возраст, его заболевания и так далее. Ну, тоже интересно. Но я бы хотела такую тему связать с этим, что не только нуждаются в помощи и, конечно же, во внимании деревья, но также нуждаются и дети, подростки, студенты, то есть вот зеленая молодежь, так сказать. И правительство уделяет им огромное внимание. Например, Ольга Коветиди, член Святой Федерации от Крыма, она предложила учредить такую вот стипендию дополнительную, поощрять студентов, которые, конечно же, выделятся благодаря своим каким-то достижениям, либо в знаниях в науке, либо, может быть, в спорте. Бесспорно, поощрение талантливой молодежи – это благое дело. Но не менее важно помочь найти человеку путь в жизни, и для этого нужны наставники. Наставники. Кто же такие наставники и что они делают? Разобралась наш корреспондент Алиса Троян в следующем сюжете. Школьники Леся и Никита столкнулись с проблемой, которая знакома почти каждому человеку. Как выбрать работу, которая приносила бы удовольствие? Пока ребята думают пойти по стопам родителей и продолжить их дело, но с сомнениями ничего поделать не могут. У меня дед был электриком, батя у меня был механиком, а мама говорит идти на английский, на колледж английского языка, типа, учи английский. Я ей сказал, ну нет. Очень часто родители проецируют на своих детей те мечты, которые хотели бы воплотить сами. В итоге недопонимание, ссоры и в лучшем случае ребенок во взрослой жизни меняет квалификацию и следует зову сердца. Но даже если Чаду предоставляет свободу выбора, остановиться на чем-то одном непросто. Я не совсем все еще определилась, и сюда я пришла именно с этой целью, чтобы мне помогли разобраться лучше менеджмент, то есть или следователь. С какой-то стороны и там, и там, я понимаю, есть минусы, но мне и то нравится, и то и до конца я не могу определиться. Дедушка и мама, девочки, были следователями, поэтому выпускница склоняется к этому направлению. Но для того, чтобы сделать этот сложный выбор, нужны наставники. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда? Чем заниматься? Общественный проект «Наставничество Крыма» посвящен именно этому вопросу. Сегодня будущие выпускники пришли для того, чтобы им подсказали, какую профессию выбрать, чтобы заниматься ею всю жизнь. Подобные проекты реализованы уже во многих городах России. Кураторами взяли обычных людей, которые готовы взаимодействовать с детьми и учить их собственным примером. Проект новый. Это первый проект у нас в Крыму. Мы его запустили за эти три месяца. Всего последние три месяца мы им занимались. Сделали очень большую работу. Мы собрали около 70 наставников. Мероприятие нацелено дать детям мотивационную помощь, посоветовать творческие профессии. Зал поделен на секции. Каждый желающий может выбрать понравившееся направление и посоветоваться с профессионалом. И вот мы, например, пришли немножко помешать. Здравствуйте. Вы знаете, что вы собрали всю женскую часть этой аудитории? Конечно. Я же знаю, чем я занимаюсь. Вы сейчас будете, вы преподаете мастер-классы или что это происходит? Я девочек знакомлю с профессией визажиста. Насколько это интересно, важно, в принципе, не только для себя. Можно этим заниматься, выглядеть хорошо, уметь ухаживать за собой. Хотя мероприятие рассчитано на выпускников, некоторые направления заинтересовали совсем юных посетителей. А что у вас здесь за секция? Покажи свой светофор. Мы предлагаем детям познакомиться с основами робототехники и программирования. Примитивный робот, который синхронизирован с светофором на мониторе. Тут ты вот так вот перетаскиваешь блоки, и они что-то все делают. А что они делают? Ну, например, вот это, это включить определенную лампочку. Чтобы понять, что посоветовать ребенку, нужно обращать внимание с детства, к чему он более склонен. Оказывается, умение собирать кубик Рубика говорит о математическом складе ума. Петя, давай ты мне за две минуты соберешь пирамидку. Давай ее сейчас полностью разрушим. Он ее уже разрушил. Давай так, давай на спорт сделаем. Пособерешь ты за две минуты или нет? Так, покажи. Все, давай пять. Все, ты будешь математиком великим или программистом. На форуме умышленно не ставили стулья, чтобы все беседы проходили в непринужденной обстановке. Педагоги, психологи и просто успешные люди возьмут под свою опеку выпускников и, возможно, благодаря их советам. Наше общество обретет настоящих профессионалов. Ребята, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть у вас уже какие-то идеи, какую профессию выбрать? Агроном. Так, ты долго думал над этим решением? Нет, только в этом году. У нас выпускной класс, вот. А до этого кем хотел стать? До этого? Ну, вообще, в детстве я мечтал стать президентом. Проект также поддерживает детей, лишившихся родительской опеки. Наставники должны стать настоящими друзьями, воспитанникам детских домов и помочь им найти свое место в жизни. Алиса Трояна, Анатолий Агеев. Утро нового дня. У нас в студии уже есть гость, я предлагаю к нему присоединиться. Да, конечно же, мы будем обсуждать ту тему, которую анонсировали буквально полчаса назад. Говорили о том, что сегодня обсуждаем начало освободительной операции Крыма. И по этому поводу у нас сегодня Сергей Николаевич Жученко, руководитель мемориального комплекса «Собхоз Красный». Доброе утро. Доброго вам утра. Сергей Николаевич, насколько эта операция была значима вообще в ходе во Второй Великой Отечественной войны? Мне кажется, я не ошибусь, если я определю эту операцию как генеральная репетиция нашей победы. Начиная от того, как планировалась эта операция, продолжая умелым руководством частями и подразделениями вооруженных сил Красной Армии, а это уже была совсем другая армия, и завершая освобождением города Севастополя 9 мая 1944 года. Это операция «Предвестница Победы». Да, но хотелось бы отметить, что сегодня вы также начнете отмечать этот день очень важным событием, мероприятием – это открытием выставки. Наша выставка называется «Крымская стратегическая наступательная операция в сводках Совинформбюро». Чем нас заинтересовала эта тема? Во-первых, сводки Совинформбюро позволяют в хронологической последовательности отследить развитие тех или иных событий. Не секрет, что историки дискутируют по поводу того, насколько корректна является информация в этих сводках. Но если речь идет о событиях 1944 года, уже в этот период говорить об этом не приходится. Если на первых этапах войны перед Совинформбюро стояли несколько иные задачи, необходимо было мобилизовать население страны на сопротивление врагу. Необходимо дать понять всем и вся, что самое главное – мобилизовать все свои ресурсы для того, чтобы дать достойный отпор фашизму. То после 1943 года картина несколько меняется. И эти документы могут быть в полной мере использованы как основа для восстановления хронологии тех или иных событий. Для нас этот документ еще важен тем, что в сообщении Совинформбюро 22 апреля упоминается концлагерь на территории бывшего совхоза «Красный». Уже тогда звучали слова справедливые, объективные по поводу того, что и как происходило здесь, на этой территории. Какие последствия нацистского террора выявила комиссия, уже созданная в этот период? Сергей Николаевич, известно, что многие документы того времени носили гриф секретности. Это как раз-таки такие документы или они всегда были в доступе общественном? Я приглашаю жителей города Симферополя, крымчан, в стены нашего музейного зала. В нашем музейном зале вы можете познакомиться со сводкой из Совинформбюро. Эти документы находятся в открытом доступе и при желании каждый исследователь может обратиться к ним, начиная от специальных ресурсов и завершая посещением нашей экспозиции. Сводки Совинформбюро, опубликованные в газетах того времени, опубликованные в фронтовых сводках, корреспонденты этих газет, корреспонденты этих изданий считали необходимым публиковать сводки Совинформбюро. Их с нетерпением ожидали жители городов и сел. Их с нетерпением ожидали в окопах на фронтах Великой Отечественной войны. Это была особая частичка духовной жизни. И я надеюсь на то, что школьники, студенты обратятся к истории деятельности Совинформбюро и откроют для себя немало интересных страниц. Скажите, пожалуйста, как можно посетить эту выставку, когда она работает, с какого числа и какое время? Наша выставка уже начинает свое функционирование буквально с сегодняшнего дня, с 10 часов утра и до 17.00. Вы можете посетить территорию нашего мемориала, зайти в стены нашего музейного зала. Мы предложим нашим посетителям сюжет, который рассказывает о деятельности Совинформбюро в Великой Отечественной войне. Расскажем о том, как работала эта структура, какие события из крымской истории нашли в ней отражение. Ну и, конечно же, в эти дни мы не можем не упомянуть еще об одной дате. 11 апреля – Международный день памяти жертв нацизма. И эти события, события, которые повествуют о страшных зверствах нацизма на оккупированных территориях, те или иные эпизоды, связанные с героическими и трагическими страницами истории концлагеря на землях бывшего совхоза Красной, также являются предметом нашего разговора. И, если позволите, сбывается наша мечта. На плитах упоминального колокола наносятся тексты. До недавнего времени часть плит была свободной. Принято решение о том, что свидетельские показания, свидетельства тех, кто чудом выжил, свидетельства тех, кто был участником судебных процессов различных периодов, будут увековечены на этих наклонных плитах. Сегодня на наших глазах проходит эта работа. А еще через некоторое время на стене скорби будет увековечиваться новая группа имен. На сегодняшний день нам удалось установить еще 54 новых персоналия. Возможно, к 9 мая их число станет немножко больше. Но мы надеемся на то, что знакомство с судьбами тех людей, чьи фамилии увековечены на стене скорби, также может стать знаковым событием в истории, в биографиях наших школьников, студентов. Сергей Николаевич, у нас остается буквально 30 секунд. Не могли бы вы рассказать телезрителям, как можно добраться к вам? Ведь это все-таки не совсем в черте Симферополя. Маршрут номер 89, конечная остановка этого маршрута. Мы рады видеть, мы будем рады видеть жителей нашего полуострова, гостей нашего Крыма на территории мемориала. Маршрут номер 89. От железнодорожного вокзала в сторону так называемого в обиходе совхоз «Красный». Большое вам спасибо за удивительный рассказ. Я напоминаю, что у нас в гостях Сергей Жученко, руководитель мемориального комплекса «Совхоз «Красный», где открывается интересная выставка, посвященная событиям крымской освободительной операции. Большое вам спасибо. Я думаю, что ваш рассказ побудит крымчан посетить непременно это мероприятие. Спасибо. Ну а мы двигаемся дальше. И следующий сюжет называется «Крым онлайн», где мы рассказываем, о чем же говорит крымский сегмент интернета. Самая настоящая погоня развернулась в старом городе Симферополя. Мужчина по крышам убегал от сотрудников правоохранительных органов. Делал это он в 100 метрах от полицейского участка. В конечном итоге экстремала поймали. Итак, каждое утро. Симферопольцы жалуются на переполненный общественный транспорт по маршруту Марина Свобода. В этом ролике видно, как женщина пытается втиснуться в переполненную машину. В комментариях местные жители просят о хотя бы еще одном автобусе в этом направлении. Автор следующего ролика в недоумении. Он недавно в Симферополе и спрашивает горожан, нормально ли, что маршрутное такси едет по городу с открытой дверью. Судя по комментариям пользователей, в такой ситуации оказывались многие. На этом ролике девушка просто выбрасывает мусор. Казалось бы, что такого? А нет, после того, как отходы оказались в баке, молодая особа возвращалась в машину, пританцовывая. Ставший свидетелем этого процесса мужчина решил повторить действия дамы. Интересно, что же так ее порадовало? Вот такая мутная ржавая вода течет из крана в одном из домов на улице Трубаченко в Симферополе. Жильцы в шоке. Ни посуду помыть, ни вещи постирать, ни цветы полить, не говоря уже про душ и питьевую воду. Надеемся, ситуация наладится. Жители САК жалуются на местную набережную, а точнее на ее отсутствие. Разрыть разрыли, а сделать не сделали, пишут в комментариях недовольные горожане. В Ихпаторе внедорожник заблокировал выезд на улицу Крупской. Пользователи сети назвали это ленивой парковкой. В 50 метрах стоянка. Неужели трудно дойти, недоумевают жители курортного города. Продолжая тематики крымских событий, недавно произошло одно очень интересное событие. Домашний хорек стал причиной фактически поножовщины между пенсионером, уважаемым человеком, и юношей, который выгуливал животное на поводке. Да, на самом деле все практически закончилось кровопролитием, потому что молодой человек решил выгулить своего домашнего необычного питомца, но тот решил подкрепиться во время прогулки и решил поесть тот корм, которым пенсионер давал своим кошкам. Он их тоже подкармливал где-то на улице, и в этот момент присоединился хорек. Но пенсионеру это не понравилось, и что вызвало бурную реакцию в виде какой-то драки и даже поножовщины. Молодой человек, видимо, вызвал какую-то словесную перепалку. Пенсионер не растерялся, достал нож и, в общем-то, можно сказать, в каком-то смысле наказал злословца. Но, в общем, теперь этим инцидентом занимается полиция. Что из этого выйдет, мы, конечно же, будем освещать по мере развития событий. Но, дорогие друзья, питомцы это не повод для драк и сражений, поэтому если вдруг у вас еще нет домашнего животного, но вы очень хотите кому-то дарить свое тепло, следующий небольшой сюжет как раз для вас. Волшебная Сью. Очаровательная и умеющая любить. Сью будет вам и охранницей, и самым добрым другом. Обратите внимание на девочку. Она прекрасно разбирается в людях и понимает, где нужно подать голос, а где помахать хвостом. Звоните, привезем. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Ну, хотелось бы отметить, что сегодня мы говорим об освободительной операции Крыма в сорок четвертом году, и наш телеканал тоже, конечно же, присоединяется к этому, к этой важной дате. В частности, мы вместе с актерами русского драматического театра имени Горького создали такие ролики, посвященные героям тех событий. И, в частности, актеры озвучили это в виде стихотворений. Вот один из таких роликов мы вам и предлагаем сейчас посмотреть. Видит маленькая точка, показалась вдалеке. То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке. Нет, ни чурка и ни бочка, просто глазу маята. Не пловец ли одиночка? Шукишь, брат, вода не та. Да, вода помыслить страшно, даже рыбам холодна. Не из наших ли вчерашних поднялся какой со дна? Нет, живой, без гимнастерки. А не фриц, не к нам ли в тыл? Нет. А может, это Теркин? Кто-то робко пошутил. И у заберега в корку ледяную обломав, Он, как он, Василий Теркин, Встал живой, добрался в плавь. Гладкий, голый, как из бани, Встал, шатаясь тяжело. Ни зубами, ни губами, Не работает свело. Подхватили, обвязали, Дали валенки с ноги, Пригрозили, приказали, Можешь, нет ли, а беги! Под горой штабной избушки Парня тотчас на кровать Положили для просушки, Стали спиртом растирать, Растирали, растирали. Вдруг он, словно как во сне, Молвит, доктор, А нельзя ли изнутри погреться мне, Чтоб не все на кожу тратить? Дали стопку, Начал жить, Приподнялся над кроватью, Разрешите доложить. Взвод на правом берегу, Жив-здоров на зло врагу. Лейтенант всего лишь просит Огоньку туда подбросить, А уж следом за огнем Встанем, ноги разомнем, Что там есть перекалечим, Переправу обеспечим. Переправа, переправа, Пушки бьют в кромешной мгле, Бой идет святой и правый, Смертный бой, Не ради славы, Ради жизни на земле. Я напоминаю, что сегодня Особенная дата. Сегодня исполняется 75 лет С начала крымской операции, Которая как раз началась Из города Армянска. И вот сейчас наш мобильный корреспондент Алиса Тараян находится как раз В этом славном месте. Мы предлагаем к ней присоединиться. Алиса, доброе утро. Слышите ли вы нас? Здравствуйте, коллеги, Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас находимся в Афганске, Потому что именно с этого города Началось освобождение Крыма. 8 апреля, 8 утра, Советская армия подготовила Авиатроны и аптеллины. К сожалению, мы видим, Интернет оставляет желать лучшего. Но никакой интернет не помешает нам, Крымчанам, отметить эту годовщину Действительно радостью на душе И светлым настроением. Но мне бы хотелось немного добавить По поводу того, что во время Освобождения Армянска погибло Около 33 тысяч советских воинов. К сожалению, такое вот большое количество людей, Большие потери мы понесли. И осада длилась 160 дней. И, конечно же, за этот срок Армянск был практически стерт С лица земли. Именно поэтому сегодняшняя дата Настолько значима для всех нас, Для всего Крыма. Более того, дополню немножко О самой крымской операции. Дело все в том, что войска немецкие, Которые локализовались в Крыму, Были со всех сторон окружены. Со стороны Перекопа И со стороны Керченского перешейка. Но, тем не менее, Верховный Главнокомандующий Немецкой армии Сказал, что Никаким образом Крым нельзя сдавать. Потому что, если будет сдан Крым, То нацистские соратники Болгария, Турция Просто уйдут из альянса. Поэтому Крым было приказано Держать до последней крови. И, в общем-то, немцы Так и сделали. Но ничего не спасло их. И после того, как советские войска Вновь взяли Крым От союза с Германией нацистской Отказались их соратники. Поэтому, действительно, Победа в этой операции Стала точкой невозврата Для немецких фашистов И, в общем-то, Началом победы советской страны. Ну, а я бы хотела добавить, Что Крым для немцев Был вот особенной точкой, Которая была отмечена на их карте. Которую они хотели В любом случае Обязательно завоевать, Сделать своим. Он был экономически... Он был выгодно расположен Географический для них. Ну, и вообще он был Такой вот транзитной локацией. Поэтому на него, на Крым У немцев были особенные планы. Ну что же, я предлагаю Двинуться дальше. Мы еще непременно вернемся К теме Великой Победы. Но следующая рубрика Это новости интернета, Где наши корреспонденты Собрали наиболее актуальные видео Из всемирной сети. Прямо сейчас. В Японии робота-баскетболиста Научили забрасывать трехочковые. Сейчас пока он все же иногда промахивается. Из восьми бросков забил только пять. Но создатели уверяют, Что обычно у него получается лучше. Просто робот волнуется перед камерами. Видимо, переживать о своих рабочих местах В скором времени придется Не только кассирам, но и спортсменам. В сети новый челлендж. Теперь пользователи соревнуются, Кто лучше изобразит автомобильную сигнализацию. Началось все с того, Что 22-летняя американка Похвасталась своим талантом в сети. За три дня ролик посмотрели Более семи миллионов пользователей. Теперь она обзавелась последователями, Но это оказалось труднее, чем кажется. В Исландии откололся ледник. Еще немного, и это могло бы обернуться трагедией. После падения образовалась гигантская волна, Которая чуть не накрыла туристов на берегу. Очевидцы быстро сориентировались И пустились на утек. К счастью, никто не пострадал. В Японии люди все больше и больше задумываются о практичности. Вы думаете, это просто ваза? Куда уж там? Это ваза-огнетушитель. Бросайте ее в очаг возгорания, Как гранату, и готово. Ваза состоит из двух частей. Внутри просто емкость для воды, А снаружи карбонат калия, Который моментально охлаждает И перекрывает огню кислород. Видеоредактор научили удалять объекты из роликов. Программа с помощью нейросетей сама заполнит пустоту. Теперь от мусорного бака или столба на видео избавиться так же просто, Как и в программе обработки фото. Достаточно просто обвести объект и удалить его. Посмотрите, это похоже на магию. Варан Тор отвоевал свое право считаться домашним любимцем. Теперь у него даже справка есть. Дело в том, что проживающая в Лондоне гигантская ящерица Напугала несколько собак, Их владельцы обратились в полицию. Хозяин рептилий отправился в городской совет, И там решили, что если Тор на поводке, То он не представляет никакой опасности Ни для людей, ни для других животных. Теперь домашний варан смело прогуливается по парку с документами. Американский художник создает картины при помощи ладоней. Такой необычный способ он назвал авторской задумкой. И даже название этому методу дал. Ручная штамповка. Из-за того, что артист очень быстро создает портрет, Краска не успевает засохнуть. После такого метода картина получается действительно реалистичной. Чего только не придумывают творцы. Ну, а сейчас я предлагаю уже обратиться к нашей следующей рубрике, Не менее интересной. Она касается наших крымских городов. Предлагаем на них посмотреть глазами веб-камер. И вот я надеюсь, что в данный момент интернет нас уже не подведет. И так мы видим прямо сейчас центральную площадь нашей Крымской столицы Симферополя. Площадь имени Владимира Ильича Ленина, которая залита восходящим солнцем. И мы видим не спешащих людей, потому что, в общем-то, Сейчас только в 8-й час, в 8 часов без 10. Люди еще не совсем спешат на работу. Как мы знаем, в основном у всех людей работа начинается в 8-9 часов. У всех целый час, поэтому никто никуда не спешит. И даже трасса, в общем-то, проспект Кирова, не слишком загроможден автомобильным транспортом. Да, вот я тоже хотела отметить этот факт, что, несмотря на то, что сейчас уже начинается час пик, Когда все собираются и спешат на работу, Тем не менее, дороги, ну, по крайней мере, в этом месте выглядят абсолютно свободными. Транспорт легко перемещается и нету заторов. Хотя, я помню, еще не так давно, когда велись ремонтные работы, здесь обычно были очень сильные пробки. Более того, скажу, что, конечно, несмотря ни на что, радует прекрасная погода, Которая сегодня царит над нашим солнечным полуостром. Это воистину солнечная погода. Но мы двигаемся дальше, и я хочу подключить следующую камеру, Которая покажет нам прекрасный город, который находится на берегу моря. Город-герой. Город-герой, абсолютно верно. Сразу сделаю такую подсказку небольшую. Я думаю, многие догадались. Это Севастополь. Речь идет о Севастополе. Мы видим, что парусник, который мы показывали еще на прошлой неделе, Который стоит на берегу Графской пристани, Он буквально недавно был просто с мачтами, А теперь эти мачты преобразились и украшены флагами и алыми парусами. Вероятно, это связано с победой. Но есть хорошая новость. Прямо сейчас вновь интернет творит чудеса, И наш мобильный корреспондент Алиса Троян все же вышла с нами на связь. Алиса, здравствуйте. Мы очень рады вас слышать. Как вы? Связь. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Дело в том, что мы находимся в Армянске, на мембирале Вечного огня, Потому что именно в этот день, 8 апреля, в 44 году, началось освобождение Армянска. И это ознаменовало собой важное для Крыма событие, самое важное начало освобождения нашего полуострова. В этот день, в 8 утра, артиллерийские и авиационные войска были готовы. Два с половиной часа длилась подготовка, и уже через это время началась атака. В это время Армянск был неприступной крепостью, потому что в каждом доме была установлена артиллерийская точка, И пройти было невозможно. Но, к счастью, уже к концу этого дня, в 44 году, Армянск был полностью отбит. А дальше уже началось наступление. Дело в том, что, кстати, немецкая армия просилась в это время эвакуироваться, и они хотели, чтобы их забрали. Но Гитлер отказался, потому что это могло бы повелечь за собой выход из немецкого состава Болгарии и Румынии. Также он, наверное, не оставлял для себя идеи и мысли о том, что полуостров Крым будет отличным местом для отдыха нацистской арийской армии. Но, тем не менее, в это время была использована военная хитрость, потому что были выставлены чучела красноармейцев, которые вызывали на себя огонь, и в соответствии с этим советские войска видели нападающего противника. И поэтому удалось это все нейтрализовать. Дело в том, что эта военная операция, крымское освобождение, была одной из самых успешных за всю историю войны, потому что погибло противника в четыре раза больше, чем советских воинов. Сегодня на этот мемориал уже будут школьники приходить и возлагать цветы. А о том, какие же еще мероприятия будут проходить в городе Армянск, мы расскажем вам позже. Спасибо. Большое спасибо, Алиса. Ну, а на этой ноте мы предлагаем обратиться к сюжету, где один из героев Великой Отечественной войны, ветеран, рассказал свою историю. Первым Гера был убит, а Ваня встил за брата с папой, за всех парней и за сестер. В бою был ранен и контужен Ваня. 9 апреля 1944 года партизанам из Симферопольского района Ивану Гнатенко и Герману Тайшину поручили отнести разведданные и забрать медикаменты. Неизвестно, понимали ли они, что это будет их последнее задание. Обратно солдаты так и не вернулись. Они в этом бою уничтожили более 30 фашистов. Первая группа из 152-го карательного батальона, которую они могли взять с первого захода, они позвали на помощь румынские части, румынское подразделение с легкой пушкой. Фашисты заживо сжигали целые села. В семье погибшего Ивана Гнатенко чудом удалось выжить. Младшему брату партизана Федору тогда было всего два года. Партизаны нас не бросили. Нам дали корову, нам дали продуктов немножко. Ну, дом-то сожгли наш партизанский, мы остались, чем были. Родственники солдат долго искали в архивах информацию о молодых парнях, отдавших жизнь за родину. Иван Гнатенко и Герман Тайшин пали на улице Петровская балка в Симферополе, где установили памятную доску двум советским бойцам. Для меня, во-первых, это, наверное, да не наверное, а самый значимый день, он для меня лично будет сопоставим с 9 мая. Люди живы, пока о них помнят. Школьники, ветераны Великой Отечественной войны и родственники погибших выстроились в очередь, чтобы возложить цветы в память тех, кого уже не вернуть. Ксения Шарапановская, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Доброе утро, крымчане. Мы продолжаем наш прямой эфир. Для вас работает Александр Откачев и Салия Салямова. Сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым-24. Ну, а у нас впереди еще целый час для обсуждения очень важных событий. И начнем прямо сейчас с новостей. Расскажу о том, что же удалось узнать нашим корреспондентам с телеканала Крым-24. Какие интересные новости они для вас, можно сказать, раздобыли. Увеличить рабочую неделю на 4 часа для женщин в селах. В СМИ появилась информация о том, что Министерство труда России выступило с инициативой о продлении рабочей недели с 36 часов до 40 и приравнивании труда на селе к городским стандартам. Что думают об этом деревенские труженицы, о некрасовских женщинах в крымских селениях, расскажет Евгений Адовжик. Так, давайте, кушайте хорошо. Вот, молодцы мои, травы вам чуть-чуть. Световой день Светланы Литвиновой, вне зависимости от погоды и календарных праздников, начинается в 5 утра. Успеть нужно все по хозяйству в огороде, в доме. С 5 до 7 я кормлю животных, потом уходит у меня час-полтора на сборное рабочее место. Работаю я до 4 часов вечера, прихожу домой полчаса у меня на личные сборы. И потом я иду на свой предусматриванный участок кормить хозяйство. И заканчивается мой рабочий день в 9.30 вечера. Сменив домашний халат на строгий костюм, она спешит в школу. Светлана – социальный педагог. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами проведем тест оценка школьной мотивации. Каждая минута на счету и у сельской медсестры Анны Бурковской. С самого утра к ней выстраиваются в очередь пациенты. Кому укол сделать, кому давление измерить. При этом домашнюю работу никто не отменял. В селе ее достаточно. Поэтому женщинам очень важно сохранить то количество рабочих часов, которое им положено. А это 36, в отличие от привычных для нас городских 40. Для сельской женщины очень важно, потому что этот час мы проводим дома, с семьей, в саду, огороде, хозяйством. Хозяйство у молодой семьи с тремя детьми внушительное. Приусадебный участок – несколько соток, куры и коровы. Все домашние дела нужно успеть сделать до заката. Глядя на таких женщин, невольно вспоминаешь стихи Некрасова. В ней ясное и крепкое сознание, что все их спасение в труде и труд ей несет в воздаянии. Семейство не бьется в нужде. Не поддерживает инициативу Министерства труда России и Ирина. Через ее руки ежедневно проходит 250 голов крупного рогатого скота. А по возвращению домой еще пять коров, уже собственных, ждут время дойки. Если рабочую неделю для селянок продлят, перед Ириной встанет непростой выбор. Мне придется либо уйти с основной работы, либо не заниматься домашним хозяйством вообще. А без этого никак в деревне, потому что семья, двое детей и как-то надо прокормить. Введение 40-часовой рабочей недели, по мнению женщин в селах, может спровоцировать рост безработицы и социальную напряженность. Сегодня надо, я думаю, говорить не о сокращении этой льготы, а наоборот нам надо привести условия на селе к той норме, близко к городской, где бы здесь проживать было комфортно, удобно. Сегодня крымские села видят положительные изменения. Ремонтируются и строятся детские сады и ФАПы, появляются и спортивные площадки, реализуется ряд федеральных и региональных программ, направленных на развитие территорий. Конечно же, мы еще в начале пути, предстоит огромная работа. Сегодня позиция единая и у президента, и у Государственной Думы, Совета Федерации, депутатов. И мы надеемся, что данная инициатива Минтруда останется на уровне разговоров. Пока у селянок есть право на сокращенную 36-часовую неделю. По данным Крымстата, в деревнях полуострова проживает почти полмиллиона женщин. Если рабочие часы увеличат, это коснется многих из них. Евгения Довжик, Дмитрий Лолейтин, Новости 24, Раздольнинский район. Новые места для отдыха на набережной Семьизы идет реконструкция берегоукрепительных сооружений. Строительство продлится до 2020 года, а пока жители и гости поселка лишены купальной зоны. Но ялтинские власти нашли выход из ситуации. Зарима Дадаева расскажет, как южнобережный курорт готовится к сезону. Солнце, море и строительная техника. Так выглядит сегодня курортная зона Семьиза, набережная и центральный пляж. В реконструкции набережная нуждалась давно. Из-за сильных штормов она не раз разрушалась. Масштабные работы по ее восстановлению начались в прошлом году. Сейчас на объекте каждый день трудятся около 10 человек и 2 единицы техники. Водолазы уже обследовали дно. На набережной обустроили специальную защиту из крупного камня. Это препятствует размытию пляжа. Мы приступили к следующему этапу возведения новой волноотбойной стены, так как существующая волноотбойная стена находится в аварийном состоянии. На следующей неделе начнут устанавливать железобетонные блоки. Летом возведут волноломы. Завезут 28 тысяч тонн щепня, завершающий этап благоустройства самого пляжа. Объект включен в федеральную целевую программу. На него выделили почти 300 миллионов рублей. Все работы закончат к октябрю 2020 года. Строительство идет второй год. Прошлым летом жители и гости поселка жаловались, что им негде отдохнуть у моря. Единственное место осталось для местных жителей. Это отсюда за 5 километров ездить в Парково и там только купаться. Мы ходим возле Дивы пляж, но он очень маленький. К этому сезону ялтинские власти благоустроят три дополнительных купальных зоны. На Диком пляже Башмак уже идут работы. Также готовится на конкурс еще две карты пляжа, которые находятся. Первая находится непосредственно в близости с проводимой ФЦП Пионер. Это Большая Дива. И с левой стороны от проводимого ФЦП это Маленькая Дива. К началу курортного сезона все пляжи обещают привести в порядок. Площадь каждого не меньше 100 квадратных метров. Заря Мнадаева, Александр Кровец, Новости 24, Семеис. Ну и это вся информация данного выпуска. Хотя на этом мы точку не ставим, потому что впереди еще целый час, во время которого обсудим еще очень много-много интересных событий. В частности, интересное событие произошло. Напоминаю, что совсем недавно на полуостров прибыли делегации из Индии и Китая. Так вот, в частности, индийская делегация в особенности заинтересовалась нашим солнечным полуостровом. И в ответ на эту заинтересованность глава республики Крым предложил индийским туброператорам особенные условия. В частности, пока не уточняется, что именно особенного предлагается им. Но глава республики отметил, что на данный момент наши туристические ресурсы располагают 150 тысячами койко-мест. И, в общем-то, их можно использовать для оздоровления туристов из Индии. Более того, индийские ательеры заинтересовались другой частью Крыма. Дело все в том, что хорошо известно, что издавна Крым является точкой, куда притягиваются кинематографисты. Сколько фильмов было снято в Крыму? Огромное множество. Так вот, теперь Болливуд, знаменитая фабрика кино из Индии, может переместиться к нам на солнечный полуостров и отсюда творить собственное искусство кино. Вот такая вот интересная новость. И, безусловно, это очень интересно, в первую очередь, потому что фильмы иностранные будут показывать наши прекрасные краевиды. Это радует. Ну, конечно же, в этом плане они совершенно не изобрели колесо или что-то другое. Они просто переворачивают новую страничку, потому что известно, что Крым всегда был меккой для кинолюбителей, для киносъемок. И, конечно же, то, что здесь теперь будут сниматься индийские фильмы, это просто еще дополнение. Но хотелось бы на это посмотреть, как будет выглядеть Болливуд по-крымски. Индийское кино, конечно, на любителя. Это особенный жанр. Но точно я знаю одно, что в нашей афише, которую подготовили наши корреспонденты, каждый найдет что-нибудь для себя. Афиша прямо сейчас. Сегодня в 11.00 на железнодорожный вокзал Армянска прибудет поезд победы. Так начнется мероприятие, посвященное 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. А в кинотеатрах в этот день вы можете посмотреть мультфильм «Потерянное звено». Отважный исследователь сэр Лайнел Фрост всю свою жизнь посвятил одной цели – поискам фантастических существ и сказок и легенд. Удача улыбнется ему в новом свете, где он наконец-то встречает легендарного Бигфута. Также на больших экранах сегодня супергеройский фильм «Шазам». Билли Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово, чтобы из сообразительного 14-летнего мальчишки превратиться во вполне себе взрослого супергероя. А все благодаря древнему волшебнику. В душе он остается ребенком, пусть во взрослом могучем теле, поэтому оттягивается на полную катушку подросшей версии самого себя. Самых маленьких зрителей порадует приключенческий фильм «Дамбо» – картина про маленького слоненка с большими ушами, который умеет летать. Но в судьбе этого чудо-животного не все так просто. Узнав о его способностях, владелец цирка решил нажиться. «Дамбо» покоряет новые высоты, но только до тех пор, пока Холд случайно не узнает, что под блестящим фасадом сказочной страны скрывается множество темных тайн и секретов. «Кладбище домашних животных» – новая киноверсия культового романа Стивена Кинга. Семья Луиса Крида переезжает в сельский дом. Именно здесь Луис хоронит кошку, любимец семьи, погибшую под колесами грузовика. Эта гибель влечет за собой череду неприятных событий. Главное, герой пытается все исправить, заручившись поддержкой старика. Время сеансов вы можете выбирать самостоятельно. Ну что же, прошедшие выходные в Симферополе были, мягко говоря, горячими. Дело все в том, что в нашей столице состоялся двухдневный субботник в преддверии празднования 75-летия годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ну и хотелось бы добавить, что к большой генеральной уборке крымской столицы подключили сотни людей. Это местные чиновники, трудовые коллективы, предприниматели, конечно же, школьники и студенты. Всего в первый день акции приняли участие более полутора тысяч человек. Особое внимание уделено воинским мемориалам и обелискам, связанным с событием Великой Отечественной войны. Очищены парапеты и надгробные плиты, убран мусор, восстановлена плитка, ограждения, проведены санитарные работы с зелеными насаждениями. На воинском мемориальном кладбище по улице Старозенитной, где расположено 738 захоронений, учащиеся Симферопольского художественного училища восстановили надписи на надгробиях. Работы прошли в сквере, примыкающем к Дворцу культуры профсоюзов, на гражданском кладбище по улице Старорусской, на мемориале «Скорбящая мать» в районе маршала Жукова, в Старорусском кладбище у памятника партизанам и подпольщикам Крыма и в знаменитом картофельном городке в Дубках, где фашисты расстреляли пленных мирных жителей, а также на улице 51-й армии. Ну и совместная акция показала, что в канун празднования знаковой для симферопольцев даты 75-летия освобождения крымской столицы от немецко-фашистских захватчиков горожане едины в своем порыве не словом, а делом отдать дань памяти тем, кто заплатил высокую цену за победу и освобождение крымской земли. Ну что же, это еще не последнее мероприятие, которое произойдет в Крыму. Мы очень надеемся, что каждый из вас все-таки тоже внесет лепту свою в это мероприятие и почтит честь защитников Крыма, которые погибли, выполняя свой гражданский и национальный долг. Как я уже рассказывала, что в детстве нас тоже привлекали к такой работе, и мы тоже принимали участие в том, чтобы очищать надгробие на воинском кладбище на улице Старозенитной. И я считаю, что это очень-очень правильно. Надо детей подключать, таким образом они тоже приобщаются к истории. Мы двигаемся дальше. Следующая рубрика собрала наиболее актуальные видео из крымского сегмента интернета. Самая настоящая погоня развернулась в старом городе Симферополя. Мужчина по крышам убегал от сотрудников правоохранительных органов. Делал это он в 100 метрах от полицейского участка. В конечном итоге экстремала поймали. Итак, каждое утро. Симферопольцы жалуются на переполненный общественный транспорт по маршруту Марина Свобода. В этом ролике видно, как женщина пытается втиснуться в переполненную машину. В комментариях местные жители просят о хотя бы еще одном автобусе в этом направлении. Автор следующего ролика в недоумении. Он недавно в Симферополе и спрашивает горожан, нормально ли, что маршрутное такси едет по городу с открытой дверью. Судя по комментариям пользователей, в такой ситуации оказывались многие. На этом ролике девушка просто выбрасывает мусор. Казалось бы, что такого? А нет, после того, как отходы оказались в баке, молодая особа возвращалась в машину, пританцовывая. Ставший свидетелем этого процесса мужчина решил повторить действия дамы. Интересно, что же так ее порадовало? Вот такая мутная ржавая вода течет из крана в одном из домов на улице Трубаченко в Симферополе. Жильцы в шоке. Ни посуду помыть, ни вещи постирать, ни цветы полить. Не говоря уже про душ и питьевую воду. Надеемся, ситуация наладится. Жители САК жалуются на местную набережную, а точнее на ее отсутствие. Разрыть разрыли, а сделать не сделали, пишут в комментариях недовольные горожане. В Ихпатории внедорожник заблокировал выезд на улице Крупской. Пользователи сети назвали это ленивой парковкой. В 50 метрах стоянка. Неужели трудно дойти, недоумевают жители курортного города. Ну вот, кстати, мы с тобой сегодня говорили уже по поводу сотрудничества с бизнесменами из Индии и Китая. Но стоит отметить, что мало кто знает, сейчас ведется сотрудничество с учеными из Калифорнии, которые сотрудничают с Крымской астрофизической обсерваторией и создают новое оборудование для башенного солнечного телескопа. Я напомню, что Крымская астрофизическая обсерватория является не просто уникальным местом с точки зрения природных качеств, но еще и уникальным научным объектом воистину мирового значения. И никакие санкции не являются поводом для того, чтобы ученые разрывали свои тесные и дружные связи. В частности, монтируется новое оборудование на солнечный телескоп, который позволит изучать магнитосферу нашей звезды. Более того, добавлю, что, к сожалению, все-таки санкции присутствуют, и пока ученые ведут свои диалоги неофициально, то есть никаких договоров не подписано, но, повторюсь, ничто не мешает благому делу твориться, и ученые действительно работают вместе. То есть, несмотря на санкции, все это не подписывается, но, тем не менее, на словах сотрудничество ведется и идет в полную силу. И вот я знаю, что этот прибор, он позволит изучать различные поведения магнитного поля Солнца, солнечную активность и ее влияние на Землю. То есть это интересно будет не только крымчанам, это также интересно американцам, и, как ты уже сказал, действительно, наша обсерватория, она в этом может им помочь. Желание созидать, безусловно, объединяет людей. Так сотрудники Министерства юстиции, взяв в руки лопаты, вышли в поле. А что же из этого получилось в сюжете Стефана Филатова? На стене скорби появляются новые имена. На памятных плитах обращение к тем, кого не вернуть. С каждым годом мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма «Концлагерь Красный» включает в себя все больше фактов о самой кровопролитной войне. Разрастается и его парковая территория. Разбираем инвентарь и начинаем завершающую стадию посадка деревьев. И с молитвой, значит, с чистыми помыслами, значит, садим это все. И я уверен, что все у нас получится. Аккуратно выкопать ямки, затем часть земли взрыхлить и засыпать обратно. Таким необычным образом сотрудники Управления Министерства юстиции отмечают пятилетие территориального органа. Так они отдают дань памяти жертвам Великой Отечественной войны. Каждый этап посадки контролирует садовод со стажем. Сейчас у меня в руках удобрение. Мы немножечко кинем туда удобрение для того, чтобы мы хотим, чтобы наши елочки прижились. Дальше мы нальем немножечко водички, сделаем так называемую болтушку, поставим туда елочку, засыпем землей и надеемся, что она будет расти. Как только дерево засыпали землей, его обязательно нужно полить. Пустой колодец активистам не преграда. Чтобы дать новую жизнь елям, мужчины ходили за водой в село. Деревья будут расти, я уверен, они вырастут. Большие, хорошие, тенистые, значит, аллеи здесь получатся. Сюда смогут приходить сотрудники, которые здесь принимают участие. Когда они здесь будут гулять с семьей, с детьми, они будут объяснять рассказы своим детям, что здесь произошло, почему здесь вот такие памятники, да, и, соответственно, передавать такую эстафету поколений. Большинство из собравшихся никогда деревьев не выращивали. Другие сажали только овощи на даче, но сплотившись, команда достигла своей цели. За несколько часов в мемориальном парке появилось больше 20 крымских елей. Для того, чтобы еле прижились, сотрудники Министерства юстиции России планируют ухаживать за деревьями регулярно. Часть из них подвяжут к столбам, а следующий полив уже через несколько дней. Стефан Филатов, Сергей Козырь. Утро нового дня. Ну что же, прекрасное начинание в ознаменовании 75-летия освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. И, в частности, мы тоже подготовились к этому. И наш мобильный корреспондент Алиса Троян сейчас находится в городе, который первым принял советские войска. Алиса, здравствуйте. Вы слышите нас? Здравствуйте, коллеги. Еще раз мы теперь находимся на вокзале города Армянск. Сейчас здесь пусто, но совсем скоро здесь будет очень много людей, потому что сюда прибывает поезд Победы. Он прибывает сюда в 12 дня. Уже идет активная подготовка за нашей спиной. Там уже развешивают красные флаги. Здесь будет очень много людей. На поезде, естественно, будет платформа, на которой будут образцы стрелкового и артиллерийского оружия. Здесь будут школьники, здесь будут ветераны, здесь будет устроена полевая кухня. И даже концерт в городе Армянск тоже сегодня пройдет. Это все мероприятие посвящено памяти ветеранам. И оно создано для того, чтобы показать, что мы помним, ценим и очень уважаем их огромные усилия и труд, которые они положили для того, чтобы мы жили в той ситуации, в той стране, в которой сейчас мы находимся. Ну а также хочется отметить, что поезд Победы будет проходить по каждому городу. Совсем скоро он отправится в Джанкой и дальше будет проходить по маршруту как раз и останавливаться в тех городах, которые отвоевывали наши красноармейцы. И именно в этот день он будет в том городе. Поэтому ждите, когда в ваш город придет поезд Победы для того, чтобы встретить его. Ну а пока я передаю слово вам, коллеги. Спасибо, Алиса. Мы слово принимаем и продолжаем эфир. Действительно. Но мне бы хотелось сказать, что вот эта патриотическая акция «Поезд Победы» продлится с 8 по 18 апреля и будет следовать из Армянска. Сегодня также они побывают в Красноперекопске. Ну а далее отправятся по крымским городам. И я знаю, что завершится мероприятие уже в Севастополе 18 апреля. Но помимо этого там будут проходить и другие мероприятия, связанные с этой акцией. Ну, конечно же, будут и, можно сказать, гуляния, будут песни, танцы. То есть какие-то концерты будут устраиваться. Все это зрелищно. В любом случае приходите обязательно. Посетите, посмотрите и сфотографируйтесь с «Поездом Победы». Ну, наши корреспонденты, конечно же, не оставят все эти мероприятия без внимания и обязательно осветят их в своих сюжетах и прямых включениях. Ну, мне есть тоже интересная новость. Дело все в том, что мы уже освещали новость, связанную с заинтересованностью полуостровом индийских туристов. Подобную же заинтересованность высказали и китайские представители турбизнеса. Так, в частности, они отметили, что Крым очень интересен не только с точки зрения природы, достопримечательностей, но и как оздоровительная база. Но есть одно маленькое «но». Все-таки пока для туристов из Китая Крым немножко дороговат. И в первую очередь потому, что очень сложно организовать перелет. Прямых рейсов пока нет, поэтому приходится летать с пересадками через другие крупные аэропорты России. Но я думаю, что эту небольшую негораздицу очень скоро мы тоже поправим. Ну а я бы хотела отметить, что гуляя в Ялте, например, уже не раз наблюдала делегации именно туристические из Китая, которые все фотографировали, рассматривали. И в любом случае крымские пейзажи им очень нравятся. А еще, учитывая, какой у нас чистый воздух и какие проблемы у них там именно с воздухом, я думаю, что Крым придется им по душе. Абсолютно верно. И, конечно же, масса видео будет сделана с набережных наших курортных городов. Да и не только курортных. В Симферополе тоже много чего интересного есть. Все они будут выложены в сети интернета. Наши корреспонденты рано или поздно соберут их и представят вам в виде рубрики «Новости интернета». Прямо сейчас. В Японии робота-баскетболиста научили забрасывать трехочковые. Сейчас, пока он все же иногда промахивается, из восьми бросков забил только пять, но создатели уверяют, что обычно у него получается лучше. Просто робот волнуется перед камерами. Видимо, переживать о своих рабочих местах в скором времени придется не только кассирам, но и спортсменам. В сети новый челлендж. Теперь пользователи соревнуются, кто лучше изобразит автомобильную сигнализацию. Началось все с того, что 22-летняя американка похвасталась своим талантом в сети. За три дня ролик посмотрели более семи миллионов пользователей. Теперь она обзавелась последователями, но это оказалось труднее, чем кажется. В Исландии откололся ледник. Еще немного, и это могло бы обернуться трагедией. После падения образовалась гигантская волна, которая чуть не накрыла туристов на берегу. Очевидцы быстро сориентировались и пустились на утек. К счастью, никто не пострадал. В Японии люди все больше и больше задумываются о практичности. Вы думаете, это просто ваза? Куда уж там? Это ваза-огнетушитель. Бросайте ее в очаг возгорания, как гранату, и готово. Ваза состоит из двух частей. Внутри просто емкость для воды, а снаружи карбонат калия, который моментально охлаждает и перекрывает огню кислород. Видеоредактор научили удалять объекты из роликов. Программа с помощью нейросетей сама заполнит пустоту. Теперь от мусорного бака или столба на видео избавиться так же просто, как и в программе обработки фото. Достаточно просто обвести объект и удалить его. Посмотрите, это похоже на магию. Варан Тор отвоевал свое право считаться домашним любимцем. Теперь у него даже справка есть. Дело в том, что проживающая в Лондоне гигантская ящерица напугала несколько собак, и их владельцы обратились в полицию. Хозяин рептилий отправился в городской совет, и там решили, что если Тор на поводке, то он не представляет никакой опасности ни для людей, ни для других животных. Теперь домашний варан смело прогуливается по парку с документами. Американский художник создает картины при помощи ладоней. Такой необычный способ он назвал авторской задумкой. И даже название этому методу дал. Ручная штамповка. Из-за того, что артист очень быстро создает портрет, краска не успевает засохнуть. После такого метода картина получается действительно реалистичной. Прямо сейчас я предлагаю обратиться к курсу на топливо. Сколько же стоит сегодня литр углеводородов? Итак, один из наиболее дешевых топливов традиционно — это газ. Один литр топлива в виде газа стоит 27 рублей 98 копеек. Дизельное топливо — 51 рубль и 32 копейки. 92-й бензин — 47 рублей 21 копейка. 95-й — 50 рублей 42 копейки. И традиционно самый дорогой бензин — 98-й — 56 рублей 59 копеек. Цены на топливо относительно стабильны. Но вот что касается валют, которые постоянно изменяют свой курс, мы сейчас осветим и эту информацию. Итак, доллар сегодня равняется 65 рублям 40 копейкам. А евро — 73 рублям и 43 копейкам. И обе валюты за последние сутки поднялись в цене порядка 15 копеек, что, в общем-то, не так и много, но, к сожалению, тенденция есть. Но, впрочем, расстраиваться не стоит. Так же, как они повышаются, они и падают в цене. И мы помним, что всю прошлую неделю и доллар, и евро только теряли в цене, тем самым укрепляя цену рубля. Ну, а сейчас, Саш, от этой информации я предлагаю перейти к не менее важной информации. Она касается, опять-таки, освобождения Крыма. В этом году отмечаем 75-летие такое важное, значимое для всего полуострова. Да не только полуострова, для всей России даты. И, конечно же, в связи с этим подготовили особые ролики совместно с актерами русского драматического театра имени Горького. Вот один из этих роликов мы предлагаем посмотреть прямо сейчас. Продолжение следует... Видит маленькая точка, показалась вдалеке. То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке. Нет, ни чурка и ни бочка. Просто глазу маята. Не пловец ли одиночка? Шукишь, брат, вода не та. Да, вода помыслить страшно. Даже рыбам холодна. Не из наших ли вчерашних поднялся какой со дна? Нет, живой, без гимнастерки. А не фриц, не к нам ли в тыл? Нет. А может, это Теркин? Кто-то робко пошутил. И у заберега в корку, ледяную обломав, Он, как он, Василий Теркин, Встал живой, добрался в плавь. Гладкий, голый, как из бани, Встал, шатаясь тяжело. Ни зубами, ни губами, Не работает свело. Подхватили, обвязали, Дали валенки с ноги, Пригрозили, приказали, Можешь, нет ли, а беги! Под горой штабной избушки Парня тотчас на кровать Положили для просушки, Стали спиртом растирать, Растирали, растирали. Вдруг он, словно как во сне, Молвит, доктор, А нельзя ли изнутри погреться мне, Чтоб не все на кожу тратить? Дали стопку, начал жить. Приподнялся над кроватью, Разрешите доложить. Взвод на правом берегу, Жив-здоров на зло врагу. Лейтенант всего лишь просит Огоньку туда подбросить. А уж следом за огнем Встанем, ноги разомнем, Что там есть перекалечим, Переправу обеспечим. Переправа, переправа, Пушки бьют в кромешной мгле, Бой идет святой и правый, Смертный бой не ради славы, Ради жизни на земле. Прекрасные слова, Прекрасная поэма от Вардовского и действительно, наверное, одно из лучших ее прочтений, которые я слышал за последнее время. Могу с тобой не согласиться в этом плане. Стихотворения прочитаны очень проникновенно, и мы создали не один такой ролик, поэтому в течение, конечно же, всех этих дней, посвященных памятной дате, мы их будем вам показывать. Ну, я бы хотел теперь перейти к более добрым новостям, потому что, конечно, все-таки, с одной стороны, эта дата и светлая, но нельзя не помянуть горестью тех людей, которые погибли. Ну, к хорошим новостям. Дело все в том, что в этом году Министерство туризма объявило о том, что особое внимание будет уделено пляжам. Пляжи нашего солнечного полуострова будут оборудованы по всем последним веяниям моды. Там будет бесплатный Wi-Fi и организованы душевые кабины даже. То есть, прямо выходя из моря, можно смыть соленую воду себя, в общем-то, чистой проточной водой из крана. Но там также планируют установить камеры видеонаблюдения, оборудовать ячейки для хранения вещей, организовать прокат пляжных принадлежностей. В общем, всю инфраструктуру, необходимую для полноценного отдыха возле моря, конечно же, организуют уже к этому купальному сезону. Конечно, Крым традиционно притягивает огромное количество туристов. И в первую очередь своим благословенным климатом, мягким, теплым морем и замечательным воздухом. Но какая погода будет сегодня, я предлагаю узнать из следующего сюжета. Крым традиционно притягивает Крым традиционно притягивает Крым традиционно притягивает Салия. Скажи, пожалуйста, хотела ли бы ты когда-нибудь побывать в технопарке, а может ты уже бывала? Ну, ты мне сначала разъясни, что такое технопарк, а после этого я отвечу на твой вопрос, хотела ли я бы там побывать. Технопарк – это такая местность, где собираются люди, которые занимаются новыми технологиями, самыми современными методами, связанными с компьютерной техникой, архитектурой и другими высокотехнологичными изысками. Ну, это мне напоминает своего рода Силиконовую долину, которая есть в Америке. Она очень прославлена, и о такой долине, конечно же, мечтает абсолютно каждое государство. И если у нас появится такой технопарк, я бы хотела там побывать. В России он, конечно, есть, это знаменитое Сколково, но теперь такое будет и в Симферополе. И это прекрасная новость, потому что посетить его могут и крымчане. Девять резидентов будут объединены под одной крышей, и там будут совершенно разные направления деятельности. Начиная от архитектуры, как я уже говорил, заканчивая IT-технологиями. И, конечно, посетить такое заведение стоит обязательно. Столько всего можно интересного и нового подчеркнуть. Но стоит отметить, что действительно такое вот инвестиционное соглашение по строительству также завода алюминиево-фасадных систем подписали в Сочи. Поэтому я думаю, что уже скоро строительство этого завода начнется, и действительно своя Силиконовая долина у нас появится. Высокие технологии применяются не только для увеселения публики, но и в частности в геологических исследованиях. Я даже немножко напомню, буквально вчерашний день, 7 апреля, это День геолога. И наш корреспондент Ольга Литвиненко сделала целый сюжет, посвященный непростой и очень интересной геологической службе в Крыму. Сегодня мы приехали в Крымскую гидрогеологомелиоративную экспедицию, чтобы узнать, чем же конкретно занимается такая серьезная организация. Именно в этих стенах ставятся важные задачи и принимаются значимые решения. Дальше в процесс включаются и другие структуры экспедиции. Сегодня мы попали как раз на аппаратное совещание. Мы подводим итоги окончания первого квартала, подготовку к сдаче годового отчета, работу нового направления нашего, которое мы будем вводить в этом году. Сложно представить работу аграриев без участия гидрогеолога мелиоративной экспедиции. Специалисты обследуют землю, собирают и обрабатывают информацию о состоянии окружающей среды. Сердце предприятия – лаборатория. Именно здесь проходят испытания образцов воды из рек, морей и озер, определяют физические качества почвы. Данные исследования актуальны как для водохозяйственных организаций, водопотребителей, так и для сельскохозяйственных производителей. Наблюдать за манипуляциями профессионала можно бесконечно. Специально для нас лаборанты наглядно доказали, что химия – это наука при вращениях. Колбы, пробирки, множество реагентов. Лаборатория – стерильная чистота и абсолютный порядок. Это обычный образец воды, поступивший в лабораторию. Здравствуйте! Расскажите, какие исследования сегодня с ним будут проводиться? Здравствуйте! Эта вода поступила к нам на испытания для определения ее качества. Мы будем определять ее химический состав, ее засоленность и делать выводы, соответственно, пригодна ли она к использованию для бытовых или хозяйственных нужд. Назначение некоторых предметов так сразу и не определишь. Это оборудование называется бидистиллятор воды. Он предназначен для дистилляции воды, которая впоследствии будет использоваться при химических исследованиях нашей лаборатории. Алла Куприянова работает в архиве экспедиции уже 33 года. В Крым женщина приехала в 1970 году. Вела наблюдения на гидроузле Симферопольского водохранилища. К своему делу относится с преданностью. Я люблю свою профессию. Она очень живая. Во-первых, я обращаюсь с природой. Реки, озера, ручьи. На предприятии много семейных династий. Например, Александр в гидрогеологию пошел по стопам родителей и отдал этому делу всю свою жизнь. Признается, что другого выбора у него не было. Я с детства с ними ездил. Мне это было интересно. Я занимался сначала то горным туризмом, что мне потом очень помогло. Это был управленческий центр. Теперь посмотрим, как теория применяется на практике. Мы видим пробуренную скважину. Расскажите, какой вид работ сейчас осуществляется? У нас скважина пробурена 40 метров. Мы ее обсадили пластиковой трубой диаметром 160. Сейчас мы будем опускать штанги и делать промывку этой скважины. Эти исследования покажут, пригодна ли вода для питьевых нужд или ей можно только поливать землю. В свой профессиональный праздник десятки крымских геологов получили награды и благодарности за кропотливый труд. Место работы крымских геологов – весь полуостров. Вода, земля, каждая песчинка требует пристального внимания экспертов, которые должны вовремя составить прогноз для повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Салия, скажи, участвовала ли ты когда-нибудь в балах? Еще ни разу мне не доводилось участвовать, но мечтала. Но, кажется, моя мечта никогда не осуществится. Я думаю, что все у тебя получится, потому что как раз сейчас у тебя есть полная возможность присоединиться к севастопольцам, которые организуют самый большой бал в Крыму. Он будет проходить на площади Михайловской батареи. И, в общем-то, это будет настоящий офицерский бал со всеми полагающимися танцами, красивыми платьями, галантными мужчинами и, наверняка, игристым напитком. Но, хотелось бы сказать, что действительно уже началась подготовка к этому очень важному, зрелищному мероприятию. В субботу состоялась первая репетиция в матросском клубе. Ну и в этом году тема предстоящего бала – это «Звезда пленительного счастья». Она будет посвящена сразу трем событиям – Дню России, Дню Города Героя и 220-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. Танцы – это очень сложное мероприятие. Нужно знать, как поставить ногу, какое движение, какое пас совершить. И здесь без наставника не обойдется. Но, конечно, наставники нужны и по жизни, и в том, как именно они действуют, и как их найти, рассказала Алиса Троян в следующем сюжете. Школьники Леся и Никита столкнулись с проблемой, которая знакома почти каждому человеку. Как выбрать работу, которая приносила бы удовольствие? Пока ребята думают пойти по стопам родителей и продолжить их дело, но с сомнениями ничего поделать не могут. У меня дед был электриком, батя у меня был механиком, а я был сварщиком. Ну, типа, а мама говорит идти на английский, ну, этот, в колледж английского языка, типа, учи английский. Я ей сказал, ну, нет. Очень часто родители проецируют на своих детей те мечты, которые хотели бы воплотить сами. В итоге недопонимание, ссоры и в лучшем случае ребенок во взрослой жизни меняет квалификацию и следует зову сердца. Но даже если чаду предоставляют свободу выбора, остановиться на чем-то одном непросто. Я не совсем все еще определилась, и сюда я пришла именно с этой целью, чтобы мне помогли разобраться лучше менеджмент, то есть, или следователь. С какой-то стороны и там, и там, я понимаю, есть минусы, но мне и то нравится, и то, и до конца я не могу определиться. Дедушка и мама, девочки были следователями, поэтому выпускница склоняется к этому направлению. Но для того, чтобы сделать этот сложный выбор, нужны наставники. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда? Чем заниматься? Общественный проект наставничества Крыма посвящен именно этому вопросу. Сегодня будущие выпускники пришли для того, чтобы им подсказали, какую профессию выбрать, чтобы заниматься ею всю жизнь. Подобные проекты реализованы уже во многих городах России. Кураторами взяли обычных людей, которые готовы взаимодействовать с детьми и учить их собственным примером. Проект новый. Это первый проект у нас в Крыму такой. Мы его запустили за эти три месяца. Всего последние три месяца мы им занимались, сделали очень большую работу. Мы собрали около 70 наставников. Мероприятие нацелено дать детям мотивационную помощь, посоветовать творческие профессии. Зал поделен на секции. Каждый желающий может выбрать понравившееся направление и посоветоваться с профессионалом. И вот мы, например, пришли немножко помешать. Здравствуйте. Вы знаете, что вы собрали всю женскую часть этой аудитории? Конечно, я же знаю, чем я занимаюсь. Вы сейчас будете, вы преподаете мастер-класс или что это происходит? Я девочек знакомлю с профессией визажиста. Насколько это интересно, важно, в принципе, не только для себя. Можно этим заниматься, выглядеть хорошо, уметь ухаживать за собой. Хотя мероприятие рассчитано на выпускников, некоторые направления заинтересовали совсем юных посетителей. А что у вас здесь за секция? Покажи свой светофор. Мы предлагаем детям познакомиться с основами робототехники и программирования. Примитивный робот, который синхронизирован с светофором на мониторе. Тут ты вот так вот перетаскиваешь блоки, и они что-то все делают. А что они делают? Ну, например, вот это, это включить определенную лампочку. Чтобы понять, что посоветовать ребенку, нужно обращать внимание с детства, к чему он более склонен. Оказывается, умение собирать кубик Рубика говорит о математическом складе ума. Петя, давай ты мне за две минуты соберешь пирамидку. Давай ее сейчас полностью разрушим. Он ее уже разрушил. Давай так, давай на спорт сделаем. Пособерешь ты за две минуты или нет? Так, покажи. Все, давай пять. Все, ты будешь математиком великим или программистом. На форуме умышленно не ставили стулья, чтобы все беседы проходили в непринужденной обстановке. Педагоги, психологи и просто успешные люди возьмут под свою опеку выпускников и, возможно, благодаря их советам. Наше общество обретет настоящих профессионалов. Ребята, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть у вас уже какие-то идеи? Какую профессию выбрать? Агроном. Так, ты долго думал над этим решением? Нет, только в этом году. У нас выпускной класс, вот. А до этого кем хотел стать? До этого? Ну, вообще, в детстве я мечтал стать президентом. Проект также поддерживает детей, лишившихся родительской опеки. Наставники должны стать настоящими друзьями, воспитанникам детских домов и помочь им найти свое место в жизни. Алиса Трояна, Анатолий Агеев, Утро Нового Дня. Ну что же, теперь я буду вашим наставником. И сейчас вам буду наставлять, как же по городу пройти так, проехать, чтобы не застрять в пробке. И это дело, на самом деле, довольно хитрое, потому что мы видим, что весь центр города, мы прекрасно видим это на нашем плазменном экране, в общем-то стоит в пробках. Особое внимание, конечно, стоит обратить на кольцевые развязки, которых у нас две. Это площадь Куйбышева, мы видим, что по направлению к ней Киевская почти во все стороны стоит в серьезных пробках. Особенно это касается Киевской, которая идет от автовокзала. Там совсем машины стоят, и это связано с тем, что совсем недавно там поставили светофор, который серьезно задерживает движение. То же самое касается проспекта Победы и Киевской от Московского кольца. Давайте посмотрим на площадь Советскую. Традиционно площадь Советская ограничена улицей Ленина, которая в обе стороны погрязла в пробках. А вот от, собственно, к кольцевой развязки вверх по Кирово движение свободно, и это прекрасная новость для тех, кто спешит в сторону центрального рынка. Давайте посмотрим, что же творится на Московском кольце. Это тоже важная кольцевая развязка. Так, одну секунду, сейчас мы ее отыщем. Дело нехитрое на самом-то деле. Толстого, Московское кольцо. Вот оно. Традиционно улица Гагарина тоже стоит в пробках, потому что въезд на площадь Московскую со всех сторон ограничен достаточно оживленными автомагистралями. И там традиционно сейчас лучше не появляться. Ну и давайте посмотрим следующую артерию Симферополя. Это улица Севастопольская, которая, опять-таки, традиционно в районе парка имени Шевченко стоит в пробке, и, к сожалению, там всегда. Поэтому, дорогие друзья, если вы пытаетесь проехать центр, старайтесь объезжать его через окольные пути по периферии, потому что центральные улицы, к сожалению, пока стоят в пробках. Именно сейчас час пик. Ну, буквально через 15 минут, я думаю, ситуация уже будет гораздо более благорасполагающей к движению, и вы, собственно говоря, попадете на место работы. Ну, двигаясь дальше, я считаю, что, проходя по улицам Симферополя, многие из вас наверняка хотят забрать домашнее животное, которое там видят. Не берите с улицы, берите у нас. Об этом следующая рубрика. Волшебная Сью. Очаровательная и умеющая любить. Сью будет вам и охранницей, и самым добрым другом. Обратите внимание на девочку. Она прекрасно разбирается в людях и понимает, где нужно подать голос, а где помахать хвостом. Звоните, привезем. Плюс 7978-863-1103 Ну, а сейчас самое время связаться с нашим корреспондентом Алисой Троян, которая находится в Армянске. Что же интересного, она нам расскажет, какие события сейчас там проходят, посвященные 75-летию освобождения Крыма. Доброе утро, Алис. Доброе утро. Погода солнечная. Я еще раз напоминаю для тех, кто только к нам присоединился, что мы сейчас находимся в Армянске, на железнодорожной станции, потому что именно сюда первым прибыл поезд Победы. Именно с этого города началось освобождение Крыма, и вот уже можно увидеть, платформу, на которой образцы орудия того времени. Этот поезд будет передвигаться по ключевым городам в дни освобождения Крыма, и закончит он свой маршрут 18 апреля в Севастополе. Уже за моей спиной начинает разворачиваться полевая кухня. Многие встречающие уже готовы к празднованию, хотя мероприятия в основном запланированы на 12 часов дня. Тут будет концерт, тут будет, естественно, можно посмотреть на поезд Победы, который дальше отправится в Джанкой. Ну, а мы будем и дальше продолжать следить за событиями. Слово вам, коллеги. Спасибо, Алиса. Спасибо большое, Алиса. Ну, я бы хотела добавить, что вообще географический перекоп является, конечно же, воротами Крыма, поэтому бои за его освобождение были вот особенно такими упорными и кровопролитными. Ну, и стоит отметить, что возглавлял украинский фронт, который освобождал тогда Крым. Стоит отметить, что в украинский фронт входили абсолютно люди всех республик Советского Союза, не только Украина. И вот они принимали участие в освобождении, а возглавлял их генерал армии Федор Толбухин. Более того, скажу, что, конечно, освобождение Крыма и вообще победа в Великой Отечественной войне невозможно было бы без партизанского движения. И об этом следующий сюжет Ксении Шарапановской. Первым Гера был убит, а Ваня встил за брата с папой, за всех парней и за сестер. В бою был ранен и контужен Ваня. 9 апреля 1944 года партизанам из Симферопольского района Ивану Гнатенко и Герману Тайшину поручили отнести разведданные и забрать медикаменты. Неизвестно, понимали ли они, что это будет их последнее задание. Обратно солдаты так и не вернулись. Они в этом бою уничтожили более 30 фашистов. Первая группа из 152-го карательного батальона, которую они могли взять с первого захода, они позвали на помощь румынские части, румынское подразделение с легкой пушкой. Фашисты заживо сжигали целые села. В семье погибшего Ивана Гнатенко чудом удалось выжить. Младшему брату партизана Федору тогда было всего два года. Партизаны нас не бросили. Нам дали корову, нам дали продуктов немножко. Ну, дом-то сожгли наш партизанский. Мы остались в чем были. Родственники солдат долго искали в архивах информацию о молодых парнях, отдавших жизнь за родину. Иван Гнатенко и Герман Тайшин пали на улице Петровская балка в Симферополе, где установили памятную доску двум советским бойцам. Для меня, во-первых, это, наверное, да не наверное, а самый значимый день. Он для меня лично будет сопоставим с 9 мая. Люди живы, пока о них помнят. Школьники, ветераны Великой Отечественной войны и родственники погибших выстроились в очередь, чтобы возложить цветы в память тех, кого уже не вернуть. Ксения Шарапановская, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Крым празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И очень важно знать, какая же погода будет в эти дни. Об этом прямо сейчас в следующем сюжете. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а прямо сейчас у нас есть связь с нашими коллегами из новостной редакции. И наверняка они нам расскажут много чего интересного. Доброе утро! У нас с нами на связи Гульнара Юдина. Доброе утро, ребята. Рады видеть вас. Гульнара, мы поздравляем вас с 75-летием освобождения Крыма. Это большая дата для каждого из нас. Взаимно, ребята. От меня тоже примите поздравления. Спасибо. Ну, наверное, новостной выпуск у вас будет как раз-таки посвящен этим событиям. Расскажите, что у вас сегодня на повестке дня? Совершенно верно. Сегодня мы покажем и расскажем вам много интересного. Наши журналисты увидели, как роллеры проверяли качество асфальта на Тавриде. На север Крыма сегодня прибудет первый поезд Победы. А в Симферополе торжественно откроют первый на полуострове технопарк. Все это и многое другое смотрите в выпусках новостей. Не переключайтесь. Большое спасибо вам. И мы желаем вам хорошего эфира и прекрасных дней, связанных с освобождением. Спасибо и вам. Спасибо большое, Гульнар. Ну, вот действительно, очень много таких важных событий, посвященных освобождению Крыма от немецко-фашистских захвачков. Как мы сказали, эти мероприятия начнутся и начались уже с сегодняшнего дня, где в Армянске можно будет увидеть, сфотографироваться с поездом Победы. Стоит отметить, что именно сегодня начались эти все самые важные действия по освобождению. Начались они утром. В 15 часов дня развернулись самые такие массовые бои, а уже к вечеру Армянск был полностью освобожден. В общем, я говорю, а у меня аж мурашки по коже идут. Я дополню, что наша редакция утренняя тоже подготовилась к этому мероприятию. И мы подготовили специальную серию включений прямо с тех мест, куда будет прибывать этот легендарный поезд Победы. Это небольшой анонс. Подробности мы, конечно же, расскажем, собственно, по ходу действия. Но это такая небольшая прелюдия. Действительно, уже сегодня с нами с Армянска выходила на связь Алиса Троян. И мне кажется, это очень важно, когда есть возможность вот именно увидеть эти города через камеру. Она там побывала, она рассказывала эту историю. И эта история, она еще больше как-то запоминается и откладывается в душе и в памяти. Власти полуострова с большим вниманием отнеслись к памятной дате 75-летия освобождения. И запланировано огромное количество мероприятий. И мы, конечно же, будем их освещать и рекомендуем вам, дорогие друзья, непременно принять в них участие. Потому что это долг каждого крымчанина, который, собственно, гордится своей землей, который помнит тех, кто кровью, потом, слезами защитил Родину от врагов. Ну, а на этом мы уже приближаемся к завершению нашей передачи. Мы надеемся, что нам удалось вам поднять настроение, разбудить вас, подготовиться к новому трудовому рабочему дню. Мы увидимся буквально завтра. С вами был Александр Ткачев и Салия Салямова. До новых встреч, друзья. Всего хорошего. Пока.